Всем привет! В этом видео мы расскажем вам о наших новых продуктах Orus Liquid Cooler для охлаждения процессоров настольных ПК. Orus Liquid Cooler это система жидкостного охлаждения, которая не требует обслуживания в процессе эксплуатации, а процедура их установки очень проста. В настоящий момент модельный ряд Orus Liquid Cooler представлен тремя продуктами. Это Orus Liquid Cooler 240, Orus Liquid Cooler 280, Orus Liquid Cooler 360. Характеристики всех трех моделей по большей части идентичны, за исключением габаритов радиатора, а также количеством и размерами вентиляторов, которые можно установить на радиатор. Среди ключевых особенностей СВО также стоит отметить мощную помпу, оснащенную 60-мм цветным ЖК-дисплеем, которая демонстрирует отличную производительность при низком уровне шума. Установка системы не вызывает сложностей даже у пользователей, которые устанавливают систему охлаждения такого типа в первый раз. Управление режимами работы и подсветкой осуществляется с помощью фирменных утилит Orus Engine RGB Fusion 2.0. А теперь давайте рассмотрим изделие поподробнее. Самая мощная модель установлена на стенде рядом со мной. Поэтому давайте распакуем более младшую модель Orus Liquid Cooler 280. Итак, устройство поставляется вот в такой коробке. Давайте откроем ее. Сверху нас ждет инструкция по установке, а также расширенная 4-летняя гарантия. Итак, внутри мы найдем два вентилятора. Поскольку у нас модель 280, здесь находятся два вентилятора размером 140 мм. И набор крепления для разных разъемов процессора. И в самой коробке находится устройство. Больше здесь ничего нет. Как я упоминал ранее, установка системы крайне проста. Для этого нужно установить вентиляторы на радиатор при помощи винтов. Затем соединить разъемы питания и RGB подсветки вентиляторов. Соединить разъемы питания посредством силового SAT разъема. И подключить управляющий USB кабель в материнскую плату. Теперь давайте подробно изучим каждый элемент устройства. И начнем мы с радиатора. В зависимости от модели, конструктив радиатора может быть трехсекционный длиной 360 мм, предусматривается установка трех вентиляторов. И двухсекционный длиной 240 и 280 мм для установки двух вентиляторов. Таким образом, вне зависимости от размера корпуса вашего системного блока, вы всегда сможете выбрать подходящую именно вам систему жидкостного охлаждения TORUS. Остается добавить, что материал, из которого сделаны радиаторы, алюминиевый сплав. На радиатор устанавливаются фирменные вентиляторы с подсветкой логотипом ORUS, способные нагнетать мощный воздушный поток и при этом оставаться достаточно тихими, даже на высоких оборотах крыльчатки. Среди особенностей отметим два подшипника качения, благодаря которым значительно увеличивается ресурс работы вентилятора. Управление подсветкой осуществляется средствами нашего фирменного программного обеспечения RGB Fusion 2.0. Значительное количество вопросов, которые поступают к нам относительно характеристик SWO ORUS, касается длины трубок, соединяющих помпу и радиатор. Кстати, если вы еще не подписаны на наш YouTube канал и группу ВКонтакте, сейчас самое время это сделать. Итак, длина трубок на всех моделях составляет 39 см. Трубки выполнены из высокопрочного и достаточно гибкого материала, оплетка по всей длине, разумеется, присутствует. В SWO ORUS установлены помпы от компании Asatec. Радиатор помпы выполнен из меди, при этом ее мощности достаточно для уверенного охлаждения таких высокопроизводительных процессоров, как Intel 9900KS и AMD Ryzen 9 3950X. Самая узнаваемая часть нашего устройства – цветной дисплей, расположен непосредственно на помпе. Его габариты 60 на 60 мм, а разрешение экрана 320 на 320 пикселей. На дисплей можно выводить различную актуальную информацию, модель процессора, его частоту, текущую температуру и скорость вращения вентиляторов, а также произвольный текст и изображение на усмотрение пользователя. Предусмотрены три режима работы. Энтузиаст, выбрав этот режим, предполагается воспользоваться одним из трех готовых профилей. Функциональный – режим отображения информации, что называется без излишеств. Будет воспроизводиться только актуальная информация в реальном времени. И пользовательский – режим позволяет загрузить любую картинку в формате BMP, с разрешением не более 820 пикселей, которая автоматически будет отмасштабирована до разрешения дисплея. Можно интегрировать любой текст, однако в настоящее время поддерживаются только шрифты английского алфавита. Управление работой SVO в целом и дисплеем помпы в частности осуществляется средствами фирменной утилиты Aorus Engine. Кроме отображения ключевой информации о системе в реальном времени, программным способом предусмотрена возможность поворота изображения дисплея, что очень важно при нестандартной установке водоблока. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся в следующих видео. Продолжение следует...